Так, сегодня хочу рассказать у меня курочки. Есть такие крупные породы джерсийский гигант. Название породы было дано в 1915 году заводчиком Декстером Ухамом из штата Нью-Джерси, США. Черные гигантские куры были там официально признаны в 1922 году. Исходным генетическим материалом... Куда идешь? Стой! Для создания джерсийского гиганта были черные куры породы Ява, темные брамы, черные лангшаны и позднее индийские бойцовые. Уже в 1921 году джерсийские гиганты были привезены в Англию. Примерно три года спустя эти гигантские куры появились в Нидерландах. После признания в Германии породы в 1987 году образовался специальный клуб. Голубой окомленый вариант окраски пришел из Англии. В Голландии он появился в 1982 году, а в немецком стандарте с 1988 года. Белые джерсийские гиганты официально признаны в Германии с 1994 года. Для гигантов типичное длинное и глубокое строение туловища в горизонтальном положении. Длинная широкая спина, широкие плечи, широкая глубокая полная грудь. Хорошо развитая область живота и сильные голени средней длины. Хвост петуха образован не слишком длинными серповидными перьями. Рулевые перья должны быть хорошо закрыты по бокам. Голова простая, листовидный гребень. Следующий линии затылка. Средней величины. Сережки нежные, красные. Пушные мочки, темно-коричневые глаза. Варианты окраса есть. Черные, голубо-окаймленные, белые. Сейчас еще есть сплэш. Особенности это превосходная порода для самообеспечения мясом и яйцами. Спокойный характер, высокая энергичность. Породе нужно относительно много пространства в курятнике и на выгуле. Яйценоскость кур. Где-то у меня в хозяйстве записывал о трехкорнесушек в течение года. У меня вышло 220 яиц. Они так по стандарту от 180 до 220. Как покормишь, так они и будут нестись. Если хорошо кормишь, будут нормально нестись. Не жалеть кормов. Еще заметил, что эти куры несутся очень хорошо осенью, зимой, весной. Летом у них отдыхают через день, через два. Вот так вот. Сейчас покажу цыпляток. Ну вот цыплятки. Все вот эти вот черные. Выявились вчера у меня. Здесь с индюшатами сидят. Цыплята вот такие вот черные. Бывают вот эти вот будут, которые черные. Такие с рыжим отливом. Это черно-голубые будут. Сейчас вам даю им комбикорм. ПК-5 раменский. Водичка. Травка уже едет. Тут хорошо едят. Мокрится. Она мелкая. Съедает. Сейчас вот жарко. Сегодня у нас 28. Рты он открывает. Все сидят. Но все равно лампочку включаю. Потому что ночью вдруг холодно. Могут сбиться. Задоптать друг друга. Лучше пожарче. Они там в разные углы ложатся. Вот такие вот маленькие. Вырастают большие куры. Вес, кстати, забыл сказать. Вес под петухов 4,5-5,5 килограмм. Кур 3,5-4,5. У меня два года назад петух был голубой. 6,5 килограмм. Вот самое большое. Куры этих держу с 2012 года. Яйцо кремовое. Хорошее, крупное. Так иногда бывает чуть в крапинку. Он начинает травку есть. Сейчас уйду, налетят. Ну, на этом все. Вроде все про эту породу рассказал. Всем всего хорошего. Добра, удачи, успехов. Субтитры создавал DimaTorzok Подпишись.